Продолжение следует... Продолжение следует... В прошлом году я не говорила вам, что небеса более светлые, чем мы берем с вами обычно. Но если вы посмотрите внимательно, а может кто-то и замечал некое противоречие том, о чем я говорила, небеса более нежные. В этом году, поскольку вы уже люди научные и к какой-то степени контрастам уже привыкшие, я вас прошу посмотреть на небо более деликатно в плане цвета, чтобы оно было более светлым, более прозрачным. То есть раскладка та же самая остается, чуть темнее наверху, чуть светлее внизу, но все чуть-чуть нежнее. Поскольку у меня грунт зеленоватый, я проложила достаточно тонкий слой, сейчас где-то зелень торчит. Потом в процессе, когда я буду уплотнять, уже сама, без камеры, и вы разойдетесь работать, просто имейте это в виду тоже, если у кого-то такая грунтованная досочка. То есть надо будет небо уплотнивать. Если мы посмотрим с вами на воду, вода, так же как и всегда, более темная. И вот здесь уже включаются в дело серые оттенки. Как сделать серые оттенки? Мы берем с вами синий, можно попробовать на голубой ФЦ сегодня, потому что день яркий, солнечный. Хоть солнце и выбеляет в какой-то степени, но оно еще весеннее. Все краски имеют в виду билет, но оно еще весеннее, определенной яркостью остается краской. И вы добавляете коричневатый оттенок. Коричневатый мы для этого взяли в курсе. Можно еще теоретически добавлять коричневый Марс, будет чуть-чуть другая история. Берем с вами такой цвет. Видите, чуть-чуть более серым его делаем. Накладываем. Пока накладываем, смотрим, чтобы позиция неба относительно воды были правильными. В плане того, что вода потемнее, небо посветлее. Еще раз повторюсь, небо сегодня должно быть светоносным. То есть светится. В прошлом году мы с вами делали такое плотное достаточно небо. В любой работе, такой природной, что ли, на пленэре, хороши диагонали. У нас красиво идет диагональ. Но я вам предлагаю островки, которые у нас вдали. И вот эту часть, ну, как бы, куска нашей торпянки. И вот эту часть чуть-чуть как-то по диагонали запустить более интересно. Сейчас мы с вами парим на вот этих вот серебристых натенках, которые у нас с правого края. Мы берем с вами селену натуральную. Она плотнее, чем охра. Теоретически можно и охрой воспользоваться. Потом берем белила. И вообще хочу сказать, в солнечный день белила будет очень много идти. И в основном оттенки будут, как бы, цвет разбеленный. Туда-сюда, поскольку солнышко высветляет здорово, все очень. Вот у нас цвет колосков. Потом, если мы захотим, мы некоторую серебринку, зеленинку внесем. Видите, вот зеленый цвет где-то даже, может быть, сделан не из желтого, а из сиены. Дальние вот эти вот моменты. Если вам зелень такая не нравится, можно взять немножко ультрамарина сюда. В принципе, воду она не совсем такая. Ультрамарин тоже подойдет. Сделать серый оттенок с ультрамарином через белила. И тоже сюда вмешать надо будет. Сейчас я просто делаю помолю. Поэтому сделала с чего-то одного. Вношу серебристые оттенки и смотрю. Они у меня получились достаточно светлые. Вношу более темные. Такой неплохой. Он чуть поярче, чем есть на самом деле. Но мы можем в какой-то момент усилить, чтобы он не бросил. Чуть-чуть серебристых оттенков я все-таки сразу добавлю. И уже хочется. Ультрамарин с коричневым сюда. Вмешаю вот они вот серебристые оттенки, которые мы можем аккуратненько. Видите, я легенькой кисточкой работаю. Вносим их туда-вот назад. Туда-вот не распустившиеся, не распустившиеся деревья. Нет, я не забиваю все. И вымазываю немножко фон. И чуть-чуть медиа, когда я беру, здесь вот прагменты больше. И чтобы там все было в правильной возможной перспективе, чем дальше. Чем дальше у нас будет низ. В клубе здесь то очень хорошо видно. Передние деревья более яркие, прагменты. И дальние деревья. И такие спокойные. Разве два спокойнее, чем обычные. Дальше дальний берег. Мы с вами делаем. Разделенные копыли, сероватые уже. Вот так это назовем. Мы проходимся, делаем берег. Сзади. Можно берег вот так по диагонали немножко запустить. Нарочито больше идет. Можно какой-то островок вперед подвытащить. Создать более интересную кровь воды. И вот здесь я уточняю. Вот это тоже. Да, сжигая кровь. Сжигая кровь. Сжигая кровь. Сжигая кровь. Ну и опять же. Причневата. Биловатые оценки. Я их создаю. И сжигая кровь. Малентина. Я уже. Наречка уже биловатые. Биловатые. Избываемые. Ну вот такие. Сжигая кровь. Я их набираю. Набираю массы. Обратите еще раз внимание. Вот здесь у нас по плавниках, по виду волосы и горы, можно сюда внести какую-то травку, поставить акцент, я бы даже внесла какую-то вот такую травку, желтоватую, орыжеватую в наших волоски будет очень красиво для гармонии, для баланса. Впереди нам осталось зеленую лужайку, вопрос с зелёным. Часто мы с вами как-то берём, папку выбивали, желтеньким размазали, миленьким и радуемся жизни. На самом деле зелёные можно делать из многих цветов, поэтому на пленэр мы с вами не берём зелёный специально, чтобы поучиться, в общем-то, пописать этот зелёный. Вот здесь я сейчас небольшую раскладочку сделаю, из чего мы можем делать зелёный. значит, зелёный классический вариант, это любые синие, либо ультрамарин, либо ультрамарин, либо ФЦ с жёлтой, лимонной или жёлтой. Кадмия средний, светлый, там, кому что нравится. Это классический вариант, я уже не буду его показывать, это все знают, в общем-то, понятно. Я покажу другой вариант, когда вы можете такие зеленовато-болотные оттенки сделать и вообще зелёный, вроде как никто не понимал, что можно сделать, например, из жёлтых и чёрных. Получается тоже такой оливковый оттенок, красивый. Единственное вопрос, тут уже баланс цвета, больше одного или больше другого цвета добавлять. Так, я возьму ультрамарин, помешаю с, например, сиеной. Для того, чтобы было видно, какой цвет получился, поскольку у меня палитра тёмная, я белилами разбавлю, можете посмотреть, видите, такой буро-защитный цвет получился. Этот оттенок, смотрите, вы сейчас вполне себе увидите, да, местами его можно, соответственно, где-то вписать, он будет близко к тому, что я до этого делала. Это один вариант. Дальше. Мы можем с вами смешать... Мы с вами берём чёрный, берём лимон. Посмотрите, что получается. Получается, если больше чёрного, понятно, оно темнеть станет, а если не так много чёрного. Появляются оттенки, тем более, похожие на то, что вы сейчас можете наблюдать. То есть вот все такие дымчатые, где-то, я бы сказала, даже весенние, чуть-чуть спокойные оттенки, когда они не освещены солнцем. Я бы даже обратила ваше внимание на то, что на дереве сейчас, когда солнце исчезло, посмотрите, цвет похожий. есть. То есть его можно добавить вполне. Видите, солнышко исчезло. И уже здесь не такая яркая, как мы привыкли. Добавили чуть больше лимонки. Вот, пожалуйста, получился, видите, жёлёный цвет. Часто, да, для юных художников это немножко неожиданно, но цвет очень интересный. Для того, чтобы расписаться, вы можете таким цветом поработать. Другое дело, что физические свойства краски могут не совсем надолго сохранить такие смеси, но это уже вопрос качества красок и потом, что вы ещё примешаете сюда и какие компоненты будут у вас в маслёнке. Мы отдельно об этом как-нибудь ещё поговорим, но для живописи вот нам как раз самый итог. То есть теоретически даже у меня сейчас нет ствола, ну вот сделала я этот цвет, вам показала, мне он нравится, я его сейчас покидаю, посоздаю крону дерева, которое я хочу. Когда я писала вот эту часть, я заложила небольшую ошибку сюда. Кто мне скажет какую? Одинаково по высоте. Одинаково по высоте, если вы внимательно посмотрите, дерево в три раза выше, чем задник. И берег, обратите внимание, в три раза ниже, чем само дерево. Поэтому сейчас смотрите, что будем делать. Сейчас мы немножечко исправим. Мы возьмём больше неба. Такое часто бывает, когда мы на пленэре кусочка работы воспринимаем. Мы берём больше неба. Пока я, видите, не записала зеленью, я могу поправить. Вот поэтому художники всегда, когда учат, говорят, что пишем по всему холсту, потому что одно относится на другого, и сразу видно, где, скажем, такая ошибка и недочёт. Не бойтесь, если у вас чуть-чуть теплее будет внизу небо. Потому что небо, на самом деле, если внимательно посмотрите, оно с такой сероватой дымкой сейчас есть. У нас там город дымит. И вообще небо, оно к низу, но потеплее днём. Вот, видите, я спустила небо. Уже дышать этому дереву будет впоследствии лучше. Вы помните, чем ниже линия горизонта, а мы тем более сидим низко, или чем ниже вы линию горизонта делаете на картине, тем лучше будет дышаться предметом на этой работе. Если у вас выше линия горизонта середины картинок, то тогда вы больше будете чувствовать землю, ощущать её тяжесть и так далее. Но воздуха будет меньше, в разы меньше. Дальше. Закрыть мне придётся вот эту часть и сделать более глубокую. Здесь уже поправить будет чуточку посложнее. Мне надо будет выдавить цвет. Это я сделаю чуть позже, уже без камеры. Чтобы не тратить время. Но в целом я просто сделаю поменьше те деревья, которые я вот так вот прям с разгону махнула очень высоко. Пока всё понятно? Да. Понятно. Отлично. Как исправлять? Тоже понятно. И видно, что не страшно. Да? Отлично. Самое главное, сначала очень жирно не прокладывайте. Тогда вам будет удобно потом исправлять. Что мы делаем дальше? Дальше вроде мы как бы исправили, да? Давайте допишем землю, потом сделаем стволы деревьев. Итак, мы с вами землю можем той же самой травкой написать. То есть взять лимонку. Взять лимонку и чёрный. Смотрите, какая весенняя трава. Вполне себе зелёный. И очень зелёный такой приятный цвет. Именно такой, ну свежий что-ли. Он не бьёт по глазам. Можно, конечно, зелёный сделать такой прям из лимонки и синего. Он будет яркий, такой свистящий цвет. А этот очень мягкий, он прям вот реальный что-ли, более природный. Ещё раз напомню, левый край надо будет чуть-чуть домыслить, чтобы было по цветовой гармонии нормально. То есть зелёный, зелёный, зелёный по треугольнику. Синий, синий, синий. Видите, да? То есть если здесь у нас такой желтовато-оранжевый, можно где-то добавить потом зелень, чуть-чуть желтовато-оранжевый. И сюда вот сейчас дорожки мы песчаные какие-то положим. Как сделать песок? В зависимости от того, как солнышко у нас светит, обратите внимание, песок становится то более серым, когда тучки закрывают, более прохладным. То вот сейчас солнышко опять включилось, и у нас он такой желтовато-оранжеватый. Можно взять желтовато-оранжеватый оттенок. Сделать оранжевый можно из жёлтого с проплачком или с кадмием. Вот он у нас такой оранжеватый, спокойный. Либо если вы хотите песочек такой приятный, поярче, я вам писала, что можно взять с собой кадмия оранжевый. Да? И вместо вот такой тёмной жижи можно добавить в кадмия оранжевого будет более весёлый вариант кусочка. Кадмия оранжевая с белилами? Да. И чуть-чуть можно сиены, чуть его приглушить. А можно и целиком попробовать, и сделать работу такую яркую, свежую, на порядок ярче, чем, допустим, вы то, что перед собой видите сейчас. Так, положим. Это очень жёлтый. У нас я добавляю немножко сиену. И разбеляю сиену либо охры. Сиена либо охры. С охрой охры может понадобиться чуть больше. Сиена поплотнее краска, охра полупрозрачная краска, поэтому она не всегда может перекрыть и сильно раскрасить вам бельё, скажем так. То есть это вопрос просто приоритетов технических процессов. Вот видите, вот он наш песочек. И мы раскладываем под малёк нашего песочка. Опять же, смотрите, у меня непромешанная краска где-то вываливается из кисточки. Смотрите, какие красивости она выдаёт. Частая ошибка юных художников в том, что они промешивают, промешивают краску очень сильно. Вот на особенно пленерных занятиях я вам рекомендую либо дома, либо даже на занятиях, когда мы с вами ходим. Не промешивайте до конца краску, это вам только в плюс пойдёт. Ещё я могу сказать, что вот тёмный такой подмалёвок у нас с вами, где-то можно эти дырки оставлять, они тоже будут теневую создавать, то есть играть нам на руку. Вот. И что я вам рекомендовала бы сделать дальше? Я бы рекомендовала вам не бросаться пока делать стволы, прописать более хорошо задник после того, как вот такой подмалёвок вы сделаете. Конфигурацию интересную найти веточку, а потом аккуратненько на всё уже написанное, на воду написано, подписать стволы. Сейчас мы пока закончим беседу, вы сделаете подмалёвок, а потом опять встанете, немножко переключитесь, мы запишем следующий ход событий, следующий этап, как прописывать воду, я ещё раз напомню хорошо, и как прописывать всё остальное. Есть ли у вас вопросы? Задний план. Там, где деревья. Когда мы будем мыть деревья, в какой момент? Сейчас. Вот этот задний план, я договорилась, решила, что шедевр уже готов. Оказывается, нет. Мы задний план себе радостно делаем сразу. Можно его вот в сиену с белилами взять, такой белил побольше, такой светловатый коричневатый оттенок. Можно чуть-чуть краплачка туда добавлять зелень, можно потом в конце туда посадить. Вот мы в рубку деревьев туда, аккуратненько, вдаль, вдаль, мягко подтыкиваем. Белилов уже не хватает. Давайте пока я вот так сделаю, потом белила ещё поддавлю. Сейчас ваше время будет вкладывать, и уже дотушим остальное кусочек. Хорошо? Пока мы с вами не писали видео, я немножечко поработала, убрала часть грязного неба, немножко добавила оттенков и уплотнила дальний план наш. И пополам поработала в таком первом приближении с кроной нашего большого дерева. Стволы мы будем делать в самый последний момент. Плюс немножечко поработала с водой. Немножко расскажу и покажу. По поводу... Давайте небо возьмём. В небо, кроме голубой ФЦ с белилами, мы добавляем ещё ультрамарин с белилами. И оттенки, как вы видите, они немножечко перетекают один в другой. Потом я посмотрела, сравнила с тем, что я вижу в природе, и мне показалось, что у меня очень тёмный низ неба. Я ещё сделала поконтрастнее небо. Вот в этом углу добавлю ещё чуть-чуть белил, чтобы небо собралось и получилось более вот таким вот куполом, что ли. Чаще всего раскладка неба, я не беру сейчас облака, а именно само небо днём. Оно более светлое внизу и может быть даже чуть-чуть потеплее, поэтому не страшно, если какие-то тепловатые оттенки здесь попадают. А сюда оно более насыщенное и похолоднее соответственно. Добавила я ещё сюда оттенки ультрамарина с карплачком, немножко избелилами соответственно. Чуть-чуть лёгкое, это даст лёгкую сереневатость небу, и оно будет более насыщенным в целом. Хотя, опять же, такой цвет он не должен очень сильно выделяться на фоне неба, чтобы небо сильно фиолетовым таким ярким не оказалось. Далее по поводу неба, у нас на фоне неба листики нашего дерева, и как я рекомендую вам поработать. Вот вы нанесли мазки, это у нас осталось ещё с первого видеочасть. Здесь я уже немножко поработала. То есть мы наносим мазки и потом краешки мазков, не сами мазки, а только краешки, чуть-чуть как бы вот такими вот, ну, ударчиками что ли, такими вминающими движениями внутрь как бы холста нашего, да, нашего арголита грунтованного. Вот так вот мы как бы вминаем что ли, чтобы не центр у нас с вами как бы размазывался что ли, уходил в небо, а именно край. Чтобы мазки оставались. Затем посмотреть можно на дерево. И, ну, мне кажется, пока оставим, когда припишем ветки, будет видно, что ещё поправить как бы чуть более ярко. Может быть, какие-то акценты чуть более жёлтые, уже совсем маленькой кисточкой, ну, троечкой там, двоечкой, да, немножко понабивать такие вот светленькие, совсем светленькие листочки. Только не по краю в большей степени, да, а ближе вот в центре этих облаков. Просто выделить, сделать чуть-чуть поконтрастнее, потому что дерево у нас сегодня является главным героем. Дальше, что касается дальнего плана. Дальний план мне нужно сделать. И сделать нужно более спокойно, чем вот эти деревья. сады. Ну, опять же, таким белым его оставить, я оставила в конце в следующей части нашего видео. Ну, есть, я беру опять зелёный, из чего мы его делаем, помним, да? Мы чёрный и лимонный берём с вами. Мы с вами зелень даём. Зелень такую можно с серовато-серебристым оттенком, то есть чуть больше чёрного добавить. Можно сюда ещё коричневую примешать, потому что у нас даль такая серовато-коричневатая. Вот эти белые стволы берёз мы потом тонкой кисточкой в самом конце. Либо, если мы сегодня не успеем, замёрзнем если мы с вами, то это можно сделать дома. Вот я набиваю зелень. Рекомендую сделать вам зелень такой, чтобы она была где-то повыше, где-то пониже. И менять немножко, ведь я чёрную очень больше добавила. У меня есть такие серовато-серебристые. Если много у вас белых от неба здесь попадает, допустим, как вы меняете, перекрывать сложно, вы можете просто пастыхином снять лишнее и переписать, либо вытереть крепко. Тут без разницы. Книзу обычно деревья достаточно тёмные, то есть там вот хотя бы прожилки какие-то, да, кусты какие-то, подлесок. Эти тёмные оттенки нужно положить, можно их сделать с синего и коричневого. У вас уже вот на палитре много условно таких грязных серовато-синеватых оттенков. То есть, знаете, как раз можно и воспользоваться. Мы обзваниваем над берегом, туда вот вертикально, горизонтально, по-разному, разворачивая кисточку, мы подстраиваем наш с вами вот эти вот, ну как бы, вот эти вот зенёшки. Серовато-серебристые. У нас будет каких-то речневатостей, может быть, там носить ещё, чтобы более берег был живой. С мелкой кисточкой потом можно сакцентировать, как мы обычно с вами делаем, ну и знаем, да, разбираем. В каждой тени есть точка напряжения. Вот эти точки напряжения потом также можно расставить, как и стволы берёз более светлыми, да, для небольшого контраста. Очень только ярко белые не делайте стволы, потому что всё-таки это третий план. Будьте, пожалуйста, к этому вниманиям, если вы это будете делать дома. Вот у меня появился некий задний берег. Конечно, он достаточно прямой, можно его немножечко менять в процессе работы. Но это вы каждый помоделируете уже на своей работе. что нам ещё сюда можно сделать? Нам можно сделать листья более желтоватые, попробовать, потому что у нас эти листья пропали, ушли сильно в туман. Вот мы чуть-чуть весны туда добавим, опять же, вмазывая в то, что есть у нас. Видите, предыдущие слои, я даже вот кисточки как-то делаю, да, предыдущие слои вылезают и тоже неплохо работают. То есть не всегда художник работает с тем цветом, слоем, который он намешал. Он просто добавляет ещё и в свою живопись те слои, которые у него были там, внутри, внизу. Вот таким образом мы пока оставим задник. Теперь я сделаю задник и что у нас с вами получается? Я вижу, что у меня задник по насыщенности такой же, как и листочки деревьев. Обратите внимание. Если мы посмотрим сюда, то действительно близость есть. Листочков как бы по тону и где-то даже по цвету с задником. Но поскольку мы художники, плюс нам нужно из плоскости вытащить пространство, то тогда возникает вопрос. Нужно что-то поменять, то есть что-то сделать немножечко ярче. Значит, я буду внутри сейчас точки напряжения делать. Сначала это всё-таки мазочками будет у нас сделано. Только мазочками более маленькими. То я, помните, большими мазочками накидывала. Теперь мазочки будут чуть меньше. Я буду как вот в точке напряжения. Так, это слишком весело по цвету. Немножко смягчу. Смягчать можно вот сиеной, какими-нибудь такими более тёплыми замесами, которые у нас уже, в общем-то, с вами были, состоялись. Я прохожусь мазочками. Положила немножко и смотрю. Видите? Начинает вылезать чуть больше вперёд. Чуть более такой весёлый, задорный цвет возникает. Но, опять же, сильно к краям, обратите внимание, я не прыгаюсь. Я только работаю внутри уже тех кусочков, которые я наложила. Дальше кисточка начинает пачкаться. Уже не такой цвет отдаёт. Я вытираю кисточку ещё раз, набираю этот цвет с фонитом. Вот таким образом. Дальше. Теперь я должна, так же, как и в прошлый раз, немножко списать краешки мазков, вписать их в цвет. Вот таким образом. Чуть-чуть. То есть, видите, разница теперь получилась. Главное только, чтобы не получилось у вас, не получилось крона дерева в горошек. Потому что такое вполне может быть, если вы начнёте точки напряжения ставить и в буквальном смысле сделаете точки. Тогда будет горошек. Вот таким образом. То есть, крона уже, видите, выделяется и больше на первый план идёт. А задник такой прохладный, немножко в тумане. Чуть больше, чем мы видим его на самом деле. Там вполне себе сидит. Согласны? Так, теперь мы с вами немножко выпуск воды разберёмся. Воду. Это у меня средний тон, средний оттенок. В общем-то, вода была изначально такая. Что я потом сделала? Я добавила серовато-серебристый оттенок. Вот сейчас, если вы посмотрите, вода как раз похожа вот такого, немножко металлического. Чуть-чуть с сиреневым оттенком. Сиреневый немножко и плотный, достаточно цвет. Вполне подходящий, как я его сделала. Я взяла коричневый и взяла синий. То есть я, в общем-то, сделала серый цвет, скажем тогда, с краплаком. И чуть-чуть подобавляла вот здесь вот такими добавками. И заодно, смотрите, я поправляю краешки как мне нужно, я так и поправляю. Берег, только единственное, старайтесь не делать, знаете, как-то прям чек ровным таким. Очень ровным. Лучше, чтобы он так немножко шевелился, тоже выходил за своим приемом. Где-то можно сделать углубление. Тогда вот горизонтально с этого берега уже не так будет резко сморбиться и красаться глаза. Это какой-то, вроде как, знакей и лининг. Прямо вот здесь. Данее. Что еще? Чтобы берег там сидел. И в воду, ну, мы чуть так же поможем. И чтоб мы наше взять черную глиень. Так, какие красители, если хотите, Ту-харфюм, чуть-чуть коричневые, если кто. И... Четырый гамма. подчеркнет, отделит берег от воды, чтобы вода не смягчилась, чтобы не получилось так, что у нас репост на первом ходе. Пока на таком уровне по работе понятно, да? Дальше берег. Вы знаете, берег мне вот здесь, в принципе, нравится. Единственное, надо немножко его все-таки подмалевочные варианты, где-то торчит у нас. Ну, это чуть-чуть подсадить, чтобы какие-то сероватские, да, мы приберем. Более интересные получаются фактуры, и земля становится именно на землю похожа, если вы обратите внимание, да? То есть такие вот сероватские брестские осеньки. Нет, зато ещё до лета. Не добавляйте, пожалуйста, вот это. Ваши везде по-другому были, но это же очень просто какой-то подвеселитель. Начинаем, как бывает. Значит, четвертый план, па-другому я приеду. Так, где очень комфортно, это не совсем посередине, может быть, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok